Вот с чего у вас начинается выживание в Майнкрафте, наверное, с открытия инвентаря или добычи дерева, а я иду исследовать медведя, причем если бы я шутил. Все дело в том, что я попал в мир полон игрушек, которые я могу оживить и вместе с ними пройти Майнкрафт, однако некоторые из них довольно опасны, и прежде чем я соберу все игрушки и получу самые крутые способности, мне придется попотеть. На полном серьезе прямо рядом со мной появился вот этот лежачий медвежонок, мало того, что это лежачий медвежонок прямо под деревом, так у него еще надет мой мерч, меня никто не учил оказывать первую помощь медведям на полу, поэтому я не знаю, что мне с тобой делать, дружище, что мне с тобой делать, я по нему нажал, я по нему нажал, и мне выпал какой-то кусочек из пазла, окей, значит, на тебя нужно нажимать, давайте еще раз на тебя нажмем, все, мне кажется, я его убил. Я только что за первые 10 секунд нашел себе одну игрушку, и это плюшевый мишка, поставьте его, чтобы оживить, звучит круто, надеюсь, еще и безопасно, давайте его просто реально поставим, оу май гад, летс гоу, я ожил свое плюшевое медвежонок, ты весь ландшафт так будешь пачкать, окей, у меня появился реально плюшевый медвежонок, и плюшевый мишка разблокирован, он умеет бросать ТНТ и наносит урон мобам, которые время от времени выбрасывают алмазы, дружочек, я ценю твои способности, о боже мой, ты нормальный, и причем, если бы я шутил, он только что увидел моба, и, наверное, если я только его ударю, он начинает атаковать, божечки, он просто бросает во всех ТНТ, вот смотришь на плюшевый мишка такой, ааа, такой безобидный плюшевый медвежонок, а потом находитесь как курить, он начинает бам-бам-бам-бам, вот это ты хорош, мы с моим дорогим медвежонком нашли какую-то очень странную локацию, что это такое, это локация из каких-то лего-блогов, тут еще какие-то странные зомби, так, дружочек, мне срочно нужна твоя помощь, пожалуйста, помоги, окей, это будет легко, давай-давай-давай, покажи, игнул главный, мы бывали в какую-то чужую локацию, прич о-кей, это было неплохо, я не знаю, что за волшебная локация, но здесь даже не горят зомби, хотя у нас день, и они не горят, так, пришел медвежонок, мне кажется, он забрел на нашу территорию, что мы делаем с такими, как он, правильно, сзади медвежонок, мне кажется, мы что-то с него получили, э, медвежонок, медвежонок, где ты, а, только уши торчат, ладно, мы получили какой-то предмет, и, судя по всему, это нам как-то поможет, это, лего-мини-фигурка, нажмите правой кнопкой мыши, чтобы его поставить, то есть, мы забрели на локацию с лего, призываем теперь самого лего, йоу, фигурка лего разблокирована, подкидывайте смертоносные кубики лего под врагов, щелкните правой кнопкой мыши зажигалкой, чтобы стрелять огненными шарами, которые наносят урон, но мы сжигают листья, я ничего не понял, но это круто, и, как вы поняли, сегодня у нас нестандартный начало, но давайте начнем с чего-то более стандартного, давайте хотя бы добудем дерево, чтобы начать свое развитие, после чего мы, видимо, продолжим наши поиски разных мини-фигурок, поскольку наш дружочек говорит, что очень нуждается в зажигалке, то почему бы нам ее просто не создать, и мы берем, крафтим зажигалку, и теперь, каким-то образом, с помощью нее, я могу им, аааа, ладно, ты только что сжег все дерево, как ты это сделал, то есть я просто нажимаю по тебе, и ты, он стреляет туда, куда я смотрю, мамочки, 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 если бы в детстве у меня были такие игрушки, я бы до этого возраста не дожил бы, ты понимаешь, что ты только что сжег весь этот лес, и ты, казалось бы, детская игрушка, ну а что, детские игрушки тоже могут сжечь лес, правильно? Давай, когда мы что-нибудь более полезное сделаем, например, постреляем в эту корову и курицу, йоу, стреляем, 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 и проверим, доходит ли, ааа, да ладно, это суперспособность, окей, мне нравится эта способность, и мы идем дальше, я думаю, самое время, наконец-таки, воспользоваться тем, что у нас имеются золотые блоки под ногами, для того, чтобы, наконец-таки, их добыть, немного золотых блоков, из которых мы, возможно, сделаем себе золотую броню, и каким-то чудом, с помощью алмаза, я смог скрафтить себе ноутбук, Знаете, обычно, когда в начале ролика происходит так много всего, я, я, я сразу понимаю, что сегодняшний ролик будет очень интересным, типа, я, я боюсь представить, что нас ждет дальше, поскольку у меня есть ноутбук, и просто два ребенка, которые бегают туда-сюда, я думаю, грех им не воспользоваться, если в нем еще есть супер Марио, я буду просто в шоке, итак, внимание, у нас имеется ноутбук, мы его открываем, и заказать шикарный мерч, пожалуй, тогда это лучшая возможность, чтобы я рассказал вам три хорошие новости, касательно нашего мерча, во-первых, у нас появилась новогодняя коллекция, которую каждый может себе приобрести, и там, куча новогодних принтов, во-вторых, мы добавили множество новых товаров, как, например, кружка хамелеон, она меняет свой цвет, если вы наливаете в нее что-то теплое, или, например, шапки, подушки, и даже фарту, но, вдруг вы мечтаете стать поваром? Ну, а третья хорошая новость заключается в том, что вы все еще успеваете подарить своим друзьям и близким подарок на Новый год, ведь у нас безумно быстрая доставка, и если вы хотите порадовать своих близких на Новый год, вы все еще успеваете это сделать, а, кстати, если вы хотите получить себе мерч на Новый год, но вам не разрешают родители его купить, потому что боятся, что это обман, заходите в мой телеграм-канал, там я написал пост специально для родителей, которые переживают. Я не могу поверить, что всего за один месяц существования нашего мерча было продано более двух с половиной тысяч разных товаров, это просто взрывает мой мозг заново. Конечно, огромное вам всем спасибо, и очень странно, конечно, что я хожу с ноутбуком и двумя своими охранниками, но в этом ноутбуке есть еще кое-что, там есть, там, внезапная помощь. Я нажал на внезапную помощь, но я внезапного ничего не вижу. Ребята, вы что-то видите? О, май, что это такое? Что-то падает, что-то упало с небес, на какая-то коробка, и из нее мне выпал путеводитель. Окей, видимо, пришло время забрать свой ноутбук, и, оу-май-газ, что? Почему в этой деревне разбойники так еще какие-то странные? Эй-эй, ребята, дорогие друзья, у меня, у меня, у меня слишком хорошая охрана. Йоу, просто посмотри на это, они, они ничего не могут сделать. Вы просто становитесь беспомощными, потому что у меня лего-игрушка. Что-что, я не слышу, а, вы хотите меня убить? Давайте, до свидания, я пойду пока что посмотрю, что в этой деревне такого, почему ее охраняют разбойники. Здесь явно должно быть что-то драгоценное, но пока что из драгоценного я нахожу только едокия. Еда тоже неплохо, но, о боже, все леса горят, спасибо моему лего. Нанял себе, как говорится, игрушки, что это? Кусочек пазла и миньон? Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы его поставить. Опа, по-боже, мапель! Ладно, пожалуй, надо прекратить свои лингвистические навыки и показывать. У меня появился миньон, я могу его призвать. Я призвал себе миньона, и это плюс одна игрушка к нам в копилку. Плюшевый миньон разблокирован. Он стреляет в ближайших бобов бананами? Акцентировать на этом внимание. Бананами! Вот это поворот! И дальше он обнаруживает и помечает, а ближайшие... Нет, я теперь реально хочу найти врагов просто для того, чтобы закидать их бананами. Итак, дорогие друзья, как насчет того, чтобы закидать бананами этого крипера? А где бананы? Миньон даже не успевает забрасывать свои бананы, потому что все остальные просто моментально всех убивают. Окей, скелетрон. Как насчет того, чтобы положить порцию бананов себе по голове? Кстати, бананы оказываются не такие уж и бесполезные, потому что если съесть один такой банан, я почему-то увеличиваюсь в размере. Иными словами, ешь побольше бананов, и будешь сам тоже побольше. Кстати, параллельно с этим я нашел какое-то очень странное место. Локация? Что это? Это огражденная территория со зданиями. Такое впечатление, будто я попал в какую-то очень охраняемую территорию, потому что как только я сюда зашел, у меня пропал весь инвентарь. Меня оставили только путеводитель и ноутбук. Эгей, это три огромных здания, оранжевое, фиолетовое и голубое здание, написано Toy Store. Стоп, это какой-то магазин с игрушками. О, да, добро пожаловать в Tumka Games. Ваш баланс 8716 рублей. Йоу, сегодня мы ведь мог гуляем, но бонусов у меня почему-то нет. Немножечко грустно. Мы попали в реальный магазин с игрушками. О, здравствуйте, дорогой продавец. Да, это какие-то игрушки, цена 250 рублей, 600 рублей, йоу. Тут огромное количество игрушек, тут даже продается паук. Короче, тут очень много прикольных игрушек, но йоу. Что это такое? Подождите. Набор лего, набор лего. Цена 6999 рублей. Мамма миа, куда я попал? Что, окей, это выглядит круто. Это явно самый крутой товар. Я хочу приобрести себе этот товар. Хотя, в принципе, я бы еще не отказался и от машинки. Да, я хочу себе еще машинку. Все, я решил. Я хочу себе набор лего, и я хочу себе машинку. В целом, мне и на то, и на то хватает, поэтому можно купить сразу и то, и другое. Классное лего. Уверен, если его собрать, оно бы смотрелось отлично. А ты знаешь, что если купить его с помощью молодежной сберкарты, то можно получить бонусы и потратить их на что-нибудь еще. Стоп, Сузов, секундочку, с этого момента поподробнее. Что это значит? Это звучит интересно. Секундочку, эм, при помощи чего? Молодежная сберкарта самая выгодная карта для подростков, с которой можно получать бонусы от покупок на любимой категории. Бонусы можно легко потратить на реальные покупки и оплачивать ими до 99% от их стоимости. Мне кажется, это какая-то слишком сложная механика. Это, окей, это звучит, безусловно, очень здорово, но мне кажется, слишком сложно. Поэтому у меня нет такой карты, эм, и вообще, это все для взрослых. Наверняка ее сложно оформить. Э-э-это, это, конечно, звучит безусловно круто, но так карту можно вообще оформить онлайн? Никаких сложных механизмов в этом нет, а доступно она с 14 лет. Опа, тогда как мне ее получить? Порфавор, объясни мне. Стоп, у меня имеется ноутбук. То есть, вы хотите сказать, что я просто беру ноутбук, я его включаю и... Оформить молодежную сберкарту. То есть, мы попадаем прямо на сайт онлайн-оформление сберкарты, и здесь мы можем нажать на кнопку оформить онлайн. Затем нам нужно ввести все наши данные и нажать на продолжить оформление. Ну и после ввода всех необходимых данных, вы нажимаете получить смс-код, и путем несложной махинации у нас получилось. Выходит, теперь мы получили ее, тот самый предмет, это молодежная сберкарта, и я так понимаю, что нам ее нужно активировать. И вы совершили покупку. Let's go, теперь мы получили тот самый набор лего. И интересно, что он умеет. Поздравляю с покупкой. Я смотрю, у тебя накопилось много бонусов от сбер, спасибо. И ты можешь прикупить себе за них новую машинку. Йоу, звучит реально круто. И получается, мне нужно просто нажать на списать бонус, и мне выдали новую машинку. Теперь, когда я получил свой любимый набор лего и новую машинку, пора, наверное, идти в неизведанные какие-то джунгли. Я нашел какое-то совершенно странное место, и тут какие-то непонятные треугольники. Я не знаю, что это. О, о, байка, стоп, секундочку. То есть, вы хотите сказать, что если я все наступаю... О, пошелой, это какие-то опасные треугольники. Видимо, это какие-то ловушки, через которые мне нужно аккуратненько проходить. Окей, ладно, не подходим к ним, друзья мои, не по... Я же сказал, не подходим. Не стоит приближаться к этим треугольникам. Я вас прошу, просто не надо. Давай, кстати говоря, активируем наш набор лего, и посмотрим, что он умеет. О, серьезно? Я призвал маленького-маленького крипера, и из него выпали алмазы. Отлично, мне нравится это все больше и больше. У нас наступает вечер, надо бы поторопиться, друзья мои. Пожалуйста, ну будьте вы осторожны, да сколько можно? Не наступайте вы в эти ловушки. Кстати говоря, также у нас имеется машинка, которую мы можем призов... Окей, вот это, я понимаю, машинка, кстати говоря, она дает мне скорость. Она дает и мне, и всем нашим игрушкам скорость. И вот это, я понимаю, настоящий спорткар. Итак, друзья, забегаем сюда внутрь и смотрим, кто у нас тут имеется, что это за особняк. О, май гад, опять эти разбойники. Как хорошо, что у меня имеется огромная команда помощников, но, о, май гад, у меня мало жизней. Ребята, ребята, пожалуйста, помогите, у меня крайне мало жизней. Эй, ребята, вы должны мне помогать. О, нет, о, это плохо, это плохо, я сейчас умру. А, ребята, ребята, я все понимаю, конечно, но у меня не так много способностей, как у вас, поэтому мне нужен способ, окей, берем зажигалку, берем зажигалку и начинаем все поджигать! Если бы не моя фигурка лего, я не знаю, как бы я со всеми справился, потому что, окей, эта способность, наверное, самая крутая. У меня 2 хп, и я бы не хотел умереть. И тут имеются сундуки, в которых лежат какие-то кости. Серьезно, зачем мне нужны ваши кости? Абсолютно ничего. Хотя в одном сундуке я нашел кое-что поинтереснее, это кусочек пазла, Майк Вазовский и Алмаз. Это, я так понимаю, это наш новый сегодняшний персонаж. Призвав Майка Вазовского, во-первых, меня телепортируют в какую-то очень непонятную локацию. Что это еще за место? Мне, во-первых, призвали, собственно, самого Майка Вазовского. Во-вторых, мне выдали предмет слизи. И в-третьих, я теперь высоко прыгаю. Только зачем? Зачем? Как бы там ни было, мы повелись в реально какой-то очень странной локации. Это какие-то джунгли, друзья мои. Давайте... Давайте никому об этом не рассказывать, ладно? Я вышел на поле, я вижу какого-то очень странного динозавра. О, май гад, стоп. Это реально динозавр. Друзья мои, вы найдете мне помощь, и что они делают? Ребята, вот он враг, вот он враг, бейте его! Пожалуйста, помогите мне, надо просто его убить. Стоп, он просто перестал меня трогать. Ты только что хотел меня убить, а теперь мы с тобой друзья? Похоже, что да. Я не знаю, как это работает, но теперь игрушечный трицераптор разблокирован. Нажмите по нему право, только мы еще держа меч, чтобы направить его вперед. А если у меня нет меча? Ой, вы заставляете меня работать. Ладно, берем, делайте алмазы сразу меч, потому что у меня огромное количество алмазов. И получается, если я куда-то буду сжимать, он... Что? О, он идет туда разрушать! То есть, если я навожусь на вот эту каменную стену, он отправляется ее ломать! Теперь у меня мало того, что четыре персонажа, которые мне помогают, разные игрушки, у меня теперь появился собственный динозавр. Знаете, я в детстве всегда обожал динозавров, но теперь он у меня в Майнкрафте. Кстати, прямо под этим динозавром мы нашли какую-то очень страшную пещеру. Реально, какое-то устрашающее подземелье прямо под твоей базой. Дружище, ты вообще знал про это? Пойдемте познакомься, тут опять, опять пластиковые разбойники. Окей, получай, дружище, просто получай! На этот раз у меня еще больше команда, и они вам не сдадутся! О, у меня всего лишь осталось одно сердечко! Быстро кушаем бананы, быстро кушаем бананы и растем! Тут огромное количество разбойников, и нужно всех убить! У нас с игрушками настоящая команда! Я просто поручаю им задания, и они всех убивают, окей, меня тоже можно легко убить! У меня нет брони, я вообще забыл в этом Майнкрафте, что нужно создавать броню! Я так сильно увлекся игрушками, что забыл, что... О, май гад, окей, я забыл, что если у меня нет брони, тебя могут легко убить! Я уже молчу про то, что у меня полстака алмазов, и я до сих пор себе ничего не скрафтил! Окей, быстро! Мне нужен верстак! О, нет, меня убьют! Меня просто сейчас убьют! Я поднимаюсь по какой-то супер-супер маленькой лестнице, и я даже не вмещаюсь! Друзья, мне нужно, чтобы вы меня подстраховали! Аккуратненько, стреляем во всех мобов огнем! И сразу после этого берем и быстренько создаем себе алмазную броню! Посмотрим, как теперь, дорогие друзья, вы будете меня убивать, когда у меня мало того, что есть охрана, так еще и броня! Вроде как мы всех убили, а нет, остался еще один сюда! И есть еще один, который решил даже на нас не атаковать! Он решил, что он лучше спрячется! Ты решил, что с нами лучше не возиться? Это что было? А оказывается, тут еще разбойники, которые до сих пор живы! И я уверен, что в этом месте можно что-то хорошее найти! Тут огромное количество сундуков! И внутри этого сундука я нашел кусочек пазла, еще один, а также губка-боб! Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы его поставить! Внимание! У нас имеется ровно 8 кусочков пазла, и я почему-то думаю, что они для чего-то нам пригодятся! Но не просто так я их собираю, я надеюсь! Также мы спавним губку-боба, и ооо, теперь у нас еще одна игрушка! Какой же он милашек! Итак, он стреляет мощными лазерами по врагам, и может создавать эндер-порталы из воздуха! Извините, а что значит он стреляет мощными лазерами? Я хочу на это посмотреть! Но я не могу! Я не могу даже это посмотреть, потому что они умирают мгновенно! Вы посмотрите на этого самоуверенного разбойника, который реально собирается меня убивать! Чувак, ну ты серьезно? 3, 2, 1... До свидания! Кстати, наш губка-боб, оказывается, любит хлеб! И, ооо, о, боже мой! Что это такое? Что это, извините меня такое? Я начал кормить его хлебом, и рядом появился эндер-портал! Причем самое странное, что они мне разрушили уже половину этого портала! Так, ребята, я предлагаю, пока они полностью не уничтожили весь этот портал, нужно быстренько запрыгивать внутрь! Вы просто посмотрите на эту клевую команду! Мы пришли убивать эндер-дракона! Огромной реальной семьей! У нас тут и губка-боб, и молния Маквин, и просто все, кто только можно! Мне интересно узнать только то, как именно вы поможете мне убивать эндер-дракона! Я так полагаю, что когда у меня есть игрушки, мне не нужно ничего делать! Они сами могут его как-то убить! Остается, видимо, только ждать! Ё-моё, что это такое? О, он начал снижаться! Он начал снижаться, и вокруг них появились какие-то частицы, и они начали его убивать! Йоу, что здесь вообще происходит? Ай, тихо-тихо, бежим-бежим-бежим! Я, пожалуй, не буду вмешиваться, я, пожалуй, просто посмотрю! Они просто все встали в круг, и начали его убивать, и всё! Они только что убили его своими какими-то волшебными лучами! Йоу, это выглядит неимоверно! И мы только что прошли Майнкрафт с помощью наших любимых игрушек, за что огромное им спасибо! И это выглядит просто прекрасно! Кстати, ты можешь посмотреть остальные ролики, которые прямо сейчас у тебя на экране!